Аэропорт Хитроу, идем в терминал. Лет забирает 11 часов беспересадочный, а лететь мы будем до Колумба, столицы Шри-Ланки. 11 часов пролетели быстро, и вот мы уже в аэропорту Колумба. Так мы собираемся объехать Шри-Ланку за 15 дней. Останавливаться будем в 9 гостиницах. Здесь сегодня праздник. Праздновается 70-летие дружбы между Германией и Шри-Ланкой. Башни отелей. На концерт сегодня мы не попадем. Едем быстренько осматривать достопримечательности Колумба, которых тут не так уж и много. Проезжаем старое здание парламента. Сейчас это Банков Цейлонг. Старый маяк. В разные периоды времени Цейлонг был португальской колонией, был датской колонией, а затем и британской колонией. В 1948 году мирным путем они получили независимость от Британии. А мы заехали в мусульманский район. Красная мечеть. Одна из достопримечательностей Колумба. Это одна из самых старых мечетей. Здесь же недалеко находится наистарейший и наизвестнейший индуистский храм, посвященный Ганешмой Шиве. При входе в храмы надо обязательно разуться. Никуда их сезов. Лото Ставер виднеется. Храмы украшены скульптурами и разрисованы, как красиво. Умели раньше люди делать. Встретили еще один буддийский храм по дороге, расположенный в воде. Внутрь нас почему-то не впустили. Храм соседствует с небоскребами. Национальный музей Колумба. В настоящее время в Колумба проживает около миллиона человек. Сидящий Будо в парке. На противоположной стороне находится площадь независимости. На следующий день, с самого утра, мы отправляемся на саду. За дорожную станцию. Будем ехать в следующую локацию Дамбула, откуда мы хотим посетить Сигирию. До Дамбулы 170 километров приблизительно расстояние. Билет стоит 2,5 доллара на человека. Дизель-поезд. Электрифицированных линий в Шри-Ланке нет. Крохот в поезде, как в кузнечной мастерской. Проезжаем джунгли, рисовые поля, леса. В общем, двигаемся в горы. По графику поезд 170 километров должен пройти за 3,5 часа. Радость была недолгой. Посреди джунглей и рисовых полей мы остановились. Пошел узнавать, в чем дело. Оказалось, что в головном локомотиве поломался мотор. И так мы простояли 2 часа. Через 2 часа в заднем локомотиве завелся двигатель. И мы поехали в обратную сторону. Через 7 часов вместо запланированных 3,5 часа мы прибыли в Дамбулу наконец-то. Зарядил дождь. И мы поехали в отель. Отель оказался с бассейном. Только солнца не было, чтобы в нем купаться. Дамбулу это совершенно не туристическое место. Туда же приличного ресторана или кафе не найти. Мы зашли в какую-то местную забегаловку. Это блюдо стоило 1,5 доллара. Сегодня здесь ночуем, а завтра отправляемся в Сигирию. По стране передвигаемся исключительно на любимых тук-туках. Озеро с лотосами. Вообще говорят, если не был в Сигирии, значит не был в Шри-Ланке. Вход в Сигирию для иностранцев стоит 30 долларов. Это непомерная цена для Шри-Ланки. Банда. Наша цель сегодня подняться на вершину этой скалы. В 400-х годах нашей эры король Кашьяпа выбрал это место для своей новой столицы. После смерти короля это место было заброшено. И какое-то время до 14 века использовалось как буддийский монастырь. В данный момент ничего от зданий не осталось, кроме основания. И трудно себе даже представить, какие были здания, какой величины, какие стены были. Если этого ничего вы не увидите, вы увидите только основания. Ежегодно Сигирию посещает более миллиона человек. Чтобы дойти до вершины, нужно преодолеть 1250 ступеней. Там и была королевская резиденция. Чем выше подъем, тем красивее пейзажи. Вот на скалу расположен между львиных лап. Еще немного и мы уже на вершине. Продолжение следует... И вот мы на вершине. И какие виды здесь открываются. Хотел запустить дрон, но сказали... Сразу подбежали охранники и сказали, что дрон запускать запрещено. Я говорю, а где же знаки? Что его нельзя? Нет, там где-то, говорит, внизу был знак. Запускать нельзя. Ну хорошо, я запаковал, отошел немножко. Ко мне охранник сзади подходит, говорит, ты знаешь, тут надо три разрешения, которые стоят очень дорого. Но я тебе покажу место, где можно дрон запустить. Вот что я ему сказал, слышишь, это не коммерческий... Мое видео, это не коммерческий продукт. Так что мне оно, ребятам, что-то где-то кому-то доплачивал, не надо. Все посмотрели и будем спускаться. Последний взгляд на Сигерию Рок и будем ехать в пещерный монастырь. Территория монастыря. Вот, пожалуйста, лежащий биг булок. Сохранились еще оригинальные фрески. Идем осмотрим все помещения. Всего в этом монастыре более 150 статуй Будды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Спускаемся с горы и едем в храм Буды. По дороге нам встречались различные храмы. Главная статуя Буды в Канде. Тут же некоторые монахи и проживают. Главная статуя Буды в Канде. Главная статуя Буды в Канде. Бодок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основные достопримечательности Канди мы осмотрели. Сейчас идем кушать, погуляем по городу и будем готовиться к выезду Элу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напротив озера есть супермаркет. А в нем отдел с ресторанами, в которых представлена китайская, индийская, тайская, японская кухни. На входе тебе дают пластиковую карточку. Ты идешь, набираешь в любом из ресторанов, что ты хочешь, кушаешь. А на выходе, когда выходишь, ты предъявляешь эту карточку на кассе. И согласно с этой, что ты там набрал, на этой карте, тебя уже рассчитывают. И если ты рассчитался, ты выходишь, представляешь эту карточку к турникету. Вот. И если ты рассчитался, значит, тебе турникет открывается. Если нет, там стоит охрана. Вермишель с морепродуктами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний взгляд на Канье, и завтра мы уезжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Элу будем ехать поездом по живописнейшим местам. Поезд из Канди в Элу это тоже как отдельная аттракция. Билеты очень трудно купить, надо приходить заранее на час-два до отправления. Мы смогли купить билеты в первый класс, в котором ехали 3 часа, а 4 часа по пути мы должны были ехать во втором классе без места. То есть ты где найдешь место, там и сядешь. Кстати сказать, билеты стоили 16 долларов за 7 часов пути на двоих. Общественный транспорт в Шри-Ланке очень дешевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чайная плантация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, отель сняли с каким видом. Впереди водопад. Правда, вода почему-то грязная. Видно, в горах идут дожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Седьмое декабря. Элла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Элле мы намерены подняться на Малый Пик Адама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройтись по Девятиарочному мосту. И побывать на Равана Фолкс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адама ничего не представляет себе сложного. Тут приблизительно около пяти километров подъема. И расположен он на высоте 1100 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорога проходит мимо чайных плантаций. А окружают вас живописные виды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот мы на вершине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем к Девятиарочному мосту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два раза в день здесь проходит поезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень разрекламированное место. В одиночестве здесь сфотографироваться не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чай растет на склоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и идем, пройдемся и по самому Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце мост упирается в тоннель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если есть чем, можно покормить обезьян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дым идет. В кастрюле варится кукулы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем, подберемся ближе к водопаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Кукурузу здесь варят очень вкусно, стоит 3 штуки на доллар. Продолжение следует... 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 Идем в отель собираться и завтра переезжаем уже к океану, в Диквелду. На следующее утро наняли шея бас и едем мы в Диквелду. Едем по шри-ланкийскому мотор-вэю, главные дороги у них платные. Вау, индийский океан уже. Наконец-то мы прибыли на океан, в Диквелду, это первое наше место. В Диквелле мы переночевали, посмотрели пляж, покупались и двинулись дальше в Мерису. Что интересно сказать, Диквелле совершенно не развита инфраструктура, пляж пустынный, туристов нет почти. Выйти в город не найдешь ни ресторанов, ни кафе. Поэтому больше одной-двух ночей здесь делать нечем. По правде сказать, пляж интересный и красивый, волны есть, но волны небольшие. Пляж интересный и красивый, волны есть, пророк дальше в доме. Пошли погуляли немного по городу. Правда сказать, даже вот найти банк, чтобы обменять деньги, тоже непростой задачей оказалось. В конце концов, мы нашли банк, был курс очень низкий, и я зашел в первую ювелирную лавку, спросил у них, и оказывается, в всех ювелирных лавках можно деньги обменять. И мы обменяли там, и впоследствии мы только и меняли в ювелирных магазинах. Мирис, это город, который находится в 150 километрах от Колумба, от столицы. И вот такой чудесный вид был у нас из окна отеля в Мирисе. Бурундочки на пальмах. Выходя на пляж, мы все время проходили через Тортер Бич. Сколько я там не купался, ни разу ни одной черепахи я не видел. Спрашивали у местных, говорят, приходи с утра. Пришел с утра, и в 6 часов приходил, и в 7 там плавал. В общем, черепах-то меня не видел. Не знаю, по какой причине этот пляж так назван, черепах-то мне нет. С утра рыбаки здесь ловят рыбу прямо в прибрежных водах. А ближе к обеду ее продают ближайшие рестораны, которые тут же находятся на пляже. Нужно отметить, что пляж в Мирисе очень красивый. Есть здесь такие инстаграмные места, как вот этот Палм-Хилл, куда надо приходить перед 7 утра, потому что потом фотографию сделать будет невозможно. Вода такая теплая, что заходя в воду, даже не чувствуешь, что ты в нее вошел. Есть здесь остров Попугая, Паррот-Айленд. Пришли на этот Палм-Хилл, Холм-Пальм. С самого утра, в 7 утра, чтобы пофоткаться без посторонних лиц. Пофоткались там, так идем теперь на Паррот-Айленд. Посмотрим, что там собой представляет этот остров. Вон он, вдалеке виднеется. Этот остров с большой землей соединяет узкий песчаный перешеек. И если идти туда рано утром, часов в 7-8, то там можно пройти, даже ноги не замочив. Но так как мы идем после обеда, то вы видите, мы прошли по пояс в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забрались мы на вершину Забрались мы на вершине Забрались мы на вершине Этот пляж хорош тем, что здесь постоянно волны Я люблю понырять в волнах Для серфингистов это тоже хорошее место для катания По краям пляжа вы видите пальмы и мандровые деревья И некоторых можно постелить и лежать на песочке Кто не хочет жариться на солнце например На пляже можно пользоваться и лежаками Которые расположены под этими соломенными зонтами Все лежаки, как правило, принадлежат отелям или ресторанам Единственным условием, чтобы лечь на лежак Надо купить хоть какой-нибудь дрин В ресторане можно купить кокос за пол бакса и лежать на лежаке целый день Часа 3-4 возле ресторанов начинают раскладывать столики С свежевыловленными морепродуктами Видите лангусты, креветки, устрицы, рыба Всегда надо торговаться За white snapper они просили 2000 за каждую В результате мы купили за 2002 Вот они тут сразу же вам приготовят И можно тут же на берегу вкусно покушать От обедов мы умчались в Унаватуну Пляж в Унаватуне, я бы сказал, наименее интересный Волн нету Такой растительности на пляже, как мангровые деревья Тоже нету Но единственное, что здесь хорошо Здесь очень развита инфраструктура Очень много ресторанов, кафе в городе Очень много Целых улиц с различными кафе, ресторанами, спа-салонами С всякими развлекательными заведениями Вот, все надписи В Унаватуне Дублируются на русском языке И даже если вы увидите Бледнолицого И начнете говорить с ним На русском, вы никогда не ошибетесь Это 100% будет русский человек На улице тоже продают свежие морепродукты Можно купить, тут же зажарить Но цена, я вам скажу, уже раза в два будет дороже, чем в Мирисе И еще учтите то, что в Унаватуне В каждом заведении прибавляет 10% Сервис чардж Жизнь в Унаватуне, конечно, повеселее Чем в Мирисе И тем более, чем в Гиквеле Как я сказал, очень много кафе Ресторанов Различных развлекательных заведений В Унаватуне Продолжение следует... 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 Самым, на мой взгляд, оптимальным местом в Шри-Ланке это Хикадуа. Пляж красивый, цены в два раза дешевле, чем той же у Новотуни. Опять дождь, сначала декабря сколько мы были, каждый день был дождь, правда после обеда, с утра солнце, после обеда дождь, уезжаем в последнее место в Винтоке. Ну и в заключение сказать, по Хикадуе очень тоже развит тут сервис туристический, много развлекательных заведений, кафешек. Все надписи тоже дублируются на русском, в общем, как и у Новотуна, полностью русский город. Ну, правда, как я сказал, уже по сравнению с Унаватуной, цены здесь ниже почти в два раза. Пентота, все ближе и ближе к Колумбасу. На пляж, идем на пляж. Торбелла бич. Через джунгли. Дорога на пляж проходит через джунгли и мы идем туда с двумя охранниками. Винтотто бич. Море более спокойное. Парапланирист. Заросли и пустынный пляж. Дорога на пляж. Стрятались от проливного тростического дождя. Стоим уже в этой лавке второй час. Деньги поменялись, с таксистом договорились. Идем в это кафе разукрашенное, чему-нибудь выпьем. Река Бентота. Говорят, что в ней водят крокодилы, но кто ходил на экскурсии на лодках, никто крокодилов не видел. Видно очередная замануха для туристов. Ну вот и все. Мы в празднично украшенном аэропорту Коломбо ждем свой рейс. Гудбай, Шри-Ланка. Идем на посадку. 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 Продолжение следует...